Смотрите, какая красота за дверью музея Каненкова, а внутри нас ждет не меньшая красота. Итак, сегодня я буду вести прямую трансляцию с открытия выставки Дмитрия Астахова, которая называется «Сезание реальности». Покажу вам скульптуры молодого автора, молодого, однако, очень талантливого, который смог в свои годы организовать первую персональную выставку при помощи своего куратора. Обязательно дадим слово Дмитрию, дадим слово его куратору. Он расскажет, почему именно такие работы представлены здесь, что легло в основу названия такого интересного в этой выставке. А Дмитрий подробно расскажет о каждой своей работе. Вот, собственно, Дмитрий. Здравствуйте. Дмитрий, мы уже в эфире, нас уже смотрят. Да. Ну, давайте, наверное, начнем с первой работы. С чего начнем? Первая работа, которая вот здесь представлена, это вообще мой, можно сказать, один из первых портретов именно таких серьезных, не ученических, а именно каких-то для себя, то есть что-то личное. Это вот портрет моей мамы. Вот, я его сделал в гипсе, затонировал под бронзу, поставил ракушечник. Что такое ракушечник? Вот это камень, это подставка. То есть подставка под голову, бюст называется ракушечник. Ну, в общем, что еще сказать? Расскажите о материале. Материалы, ну, в основном, конечно... Что вы любите использовать? Почему? Я люблю бронзу. Вот у меня есть один бронзовый картин. Мы можем пройти поближе? Да, конечно, подойдем. Тут у него стальные очки. Он сделан из бронзы. Весит он, наверное, килограмм 30. Как вы передвигаете свою скульптуру? Ну, когда как. Иногда даже на метро. То есть как вы кладете в коробку? Ну, да. То есть в основном это какие-то могут быть минивены. Не знаю там. Ну, когда как. То есть все тяжести на себе. Ну, да. И процессы, и перевозки. Понятно. Ну, вот тоже. Это гипс. Там тоже вот этот гипс. Это Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский. Он князь. Коллекционер. Коллекционирует Кандинского, Чашника, Суетина, Малевича. А почему выбор пал именно на эту персону? Ну, вообще, меня пригласил мой хороший, очень знакомый скульптор, Леонид Михайлович Баранов. И он пригласил просто полепить вместе с ним. То есть я леплю свой портрет, он лепит свой. И так получилось, что просто ему понравился этот портрет. Он у меня заказал его в бронзе. И просто он оказался в его коллекции. Вместе с Малевичем, Кандинским. Это для меня стало вообще каким-то первым происшествием масштабным. Ну, а так, ну, вот просто слепил и выстрелил. А у него он прорези дома в Лондоне стоит. Дмитрий, а откуда вы черпаете свое вдохновение? Свое вдохновение? Ну, когда как. Иногда даже в баре там. А так иногда, ну, вы знаете, конечно, начитаешься чего-нибудь. А может быть у вас есть какая-то муза, которая вас вдохновляет? На данный момент у меня есть моя поддержка. Да, большая поддержка. Это Ксения, да. Но муза на данный момент, именно как портрет мой последний, это Даша Ситникова. В Инстаграме она как ДСАШИС. Мы не делаем рекламу, Дмитрий. Ну ладно, просто посмотрите фотографии. Ну, она модель. И она меня очень вдохновила, потому что она альбинос. Абсолютно. Белые волосы, белые брови, ресницы. И была черная вот эта кофта Adidas с гербом Москвы. Нет, в смысле гербом России. И это вообще... Из чего вы выполнили? Это резина, это пластик. Пластик, который стилизован под гипс. То есть я решил сделать образ такой манекенщицы, как манекен. То есть это подставка под манекен, на самом деле. По образу. Да? И получается, что... Ну, просто получилось, что это манекен. Вот и все. А как вы используете резину? Она в каком состоянии? Ну, это жидкая, двухкомпонентная. Ну, там это куча... Слушай, а она какая-то расплавленная. И вы ее наносите на пластик. А пластик тоже расплавленный. И все горит. Расплавленная. Нет, это скорее... Ну, просто это два компонента соединяются. Она жидкая, холодная. И заливается в форму. То есть сначала я слепил из глины, да? Угу. Вот. Потом я сформовал с помощью резинки. И там гипсового кожуха. Потом залил туда гипс. Угу. Гипсовую работу. А все ошкурил, обработал. И заново отформовал. И уже сделал ее в пластике. Угу. То есть это... Там куча таких моментов. То есть многие думают, можно просто слепить из гранита или слепить из бронзы. А на самом деле бронзовый портрет делать просто... Вот у меня немножко такой вопрос. Как понять, слепить из гранита? Вот у меня гранит ассоциируется с таким тяжелым материалом. Из гранитного плита как из нее лепить? Может быть там выдолбить? Ну, грубо говоря, потому что... Ну да, выдолбить, да. Вот. Выдолбить. Ну, просто у многих такие какие-то странные стереотипы по поводу бронзы или там гранита. Ну, бронза мне больше всего нравится. Это мой любимый материал. Но я недавно пришел к пластику. Это тоже оказался действительно... Тоже довольно пластичный материал. И легкий. А сколько времени уходит у вас на работу? Ну, как правило, как правило, сеанс на портрет есть, то сеансы 4-5. А сколько длится сеанс? Это час, два, три? Три. Лучше три. Три часа? Чем два. То есть за неделю вы готовы создать бюстик? Это, да. Можно даже за день его сделать, но результат будет разный. Но он должен как-то... Смотря какая задача. Я понимаю, есть же какая-то особая технология, то есть что-то должно высохнуть, наверное, делать какие-то... Я готов сделать глини за неделю, да, если пить. А потом уже в момент формовки это уже просто разные материалы и разного... А вот сколько стоят материалы? Вот для вас, как для молодого творца, создателя, у которого, наверное, пока нет еще богатого покровителя. Сколько, сколько... Дмитрий, почему вы улыбаетесь? Ну, да, нету. Во сколько вам, в какую сумму вам обходятся такие... Ну, вы знаете, в круглую сумму очень. Вот Лубенников, портрет бронзовый, он, не знаю, у меня обошелся, наверное, тысяч в 60 для того, чтобы его отлить. И обработки куча была. Ну, в общем, если бы я отдал это все просто в какой-нибудь церкви обработки, мне бы там написали ценник, не знаю, тысяч в 200. Вот. Что-то такое. Хорошо, Дмитрий, давайте мы с вами сейчас прервемся буквально на несколько минут. И, дорогие зрители, продолжим с вами нашу трансляцию. Продолжение следует...